Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции Символы и массивы По плану рассмотрим следующие вопросы Строки, строки, класс стрим Классы стрим-билдер, стрим-буфер Строки в языке Java Это основной носитель Текстовой информации Это не массив символов Типа чар, а объект соответствующего класса Системная библиотека Java Строки содержат классы Стрим-билдер и стрим-буфер Поддерживающие работу со строками И определенные в пакете Java.Live Подключаемые автоматически Эти классы объявлены как финал Что означает невозможность создания Собственных порожденных классов Со свойствами строки Для форматирования и обработки строк Применяются классы Formatted, Pattern, Matching и другие Стрень это класс для работы со строками По сути стрень является оберткой над массивом символов Объекты класса стрень являются неизменяемыми Поэтому всегда, когда вам кажется, что вы меняете строку На самом деле вы создаете новую строку Стрень это ссылочный тип данных Это значит, что в переменных хранится не значение А только лишь ссылка на данные в оперативной памяти Каждая строка, создаваемая с помощью оператора New Или с помощью литерала Доключенные в ВН и апострофы Являются экземпляром класса стрень Особенностью объекта класса стрень Является то, что его значение не может быть изменено После создания объекта При помощи какого-либо метода класса Так как любое изменение строки Переводит к созданию нового объекта Класс стрень поддерживает несколько конструкторов Например, стрень, 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 байт и так далее Эти конструкторы используются для создания объектов класса стрень На основе инициализации значениями из массива типа чар и байт и другой Например, при вызове конструктора NewString Стрень.getBytes.utf8 Можно установить в кодировку создаваемую экземпляру В качестве второго параметра конструктора Когда Java встречает литерал Заплеченные в двойные кавычки Автоматически создается объект литерал типа стрень На который можно установить ссылку Таким образом, объект класса стрень Можно создавать присвоив ссылку на Класс значения существующего литерала Или с помощью оператора NewString Класс стрень содержит следующие методы для работы со строками Стрень-конкод Слияние строк Булен-эквалис Легалис Игнор-кейс Сравнение строк с учетами и без учета регистра Соответственно Ин-компейр-то Игнор-кейс Пексографическое сравнение строк с учетами и без учета их регистра Метод осуществляет вычитание кодов первых различных символов, вызывающих и передаваемых строки в метод строк И возвращает целые значения Метод возвращает значение нур в случае, когда эквалис возвращает значение true Булен-контент Эквалис Сравнение строк и содержимого объекта типа string-гофер String-substring Извлечение строки и подстроки длинный m n, начиная с позиции n Нумерация символов строки начинается с нуля String-substring Извлечение из строки и подстроку, начиная с позиции n Int-lens Определение длинных строк Int-index-off Определение позиции символа строки Stating-string-value-off Преобразование переменной базового типа строку String-to-appercase-to-lowercase Преобразование всех символов, вызывающих строки Верхний и нижний регистр String-relay-replace Замена строки всех вождений первого символа, второго символа String-intern Заносит строку в пул литералов и возвращает ее объектную ссылку String-trim Удаление всех пробелов в начале и в конце строки Char-char-add Развращение символа С указанной позиции Нумерация с нуля Буллин из импоты возвращает true и следует на строке равна нулю Char-get-char Извлечение символов строки Массив символы Static string-format Либо формат Генерирует форматированную строку, полученную с использованием формата Интернатилизации и другие String-split Поиск вождения в строку заданного регулярного выражения И деление исходной строки в соответствии с этим на массив строк Во всех случаях вызыва методов, имеющих строку, создается новый объект типа String Эффективной демонстрацией работы методов класса служит преобразование строки в массив объектов типа String И их сортировка в алфавитном порядке При использовании методов класса String, изменяющих строку, создается новый обновленный объект класса String Сохранить произведенные изменения экземпляра класса String можно только с применением оператора присваивания, то есть установкой ссылки на вновь созданный объект При создании экземпляра класса String, путем присваивания его ссылки на литерал Последний помещается в так называемых литералов Если в дальнейшем будет создана еще одна ссылка на литерал, эквивалентный ранее объявленному, то будет произведена попытка добавления его в литерал Так как идентичный литерал там уже существует, то дупликат не может быть размещен и вторая ссылка будет на существующий литерал Аналогично в случае, если литерал является вычисляемым То есть компилятор воспринимает литералы Java и J plus A как эквивалентные Очень большое место в работе информации занимает работа с текстами Как и многое другое, текстовые строки в языке Java являются объектами Они представляются экземплярами класса String и класса String По началу это необычно и кажется слишком громоздким, но привыкнуть вы оцените удобство работы с классами, а не с массивами символов Конечно, возможно, занесите текст в массив символов типа чар или даже в массив байтов типа байтов, когда вы не сможете использовать готовые методы работы с текстовыми строками Зачем в языке введены два класса для хранения строк? В объектах класса String хранятся строки константы неизменяемой длины и содержание, так сказать, отлитые в бронде Это значительно ускоряет обработку строк и позволяет экономить память, разделяя строку между объектами, использующие ее Длину строк, хранящихся в объектах класса String-буфер, можно менять, вставляя и добавляя строки и символы, удаляя под строки или сцепляя несколько строк в одну строку Во многих случаях, когда надо изменить длину строки типа String, компилятор Java не явно преобразует его в типу String-буфер, меняя длину, потом преобразует обратно в тип String-буфер Класса String-Builder и String-буфер являются близнецами и по своему предназначению близки к классу String-буфер Но в отличие от последнего содержимого и размера объекта класса String-Builder и String-буфер можно изменить Основным отличием String-Builder и String-буфер является поток безопасности последнего Более высокая скорость обработки есть вследствие отсутствия потока безопасности класса String-Builder Его следует применять, если не существует вероятности использования объекта в конкурирующих потоках С помощью соответствующих методов и конструкторов объекта класса String-буфер, String-Builder и String-буфер можно преобразовать друг друга Конструктор класса String-буфер может принимать в качестве параметра объекта String или неотрицательный размер буфера Объекты этого класса можно преобразовать в объекта класса String методом ToString или с помощью конструктора класса String Следует обратить внимание на следующий метод VoidSetLens – установка размера буфера VoidInsuredCapacity – установка гарантированного минимального размера буфера InCapacityCity – возвращение текущего размера буфера String-буферAppend – добавление к содержимому объекта строкового представления аргумента который может быть символом, значением базового типа, массивом и строкой String-буферInsured – ставка символа объекта или строки в указанную позицию String-буферDeleteChart – удаление символа String-буферDelete – удаление под строки String-буферReverse – обращение содержимого объекта В классе присутствуют также методы аналогичные методам класса String такие как Relize, UpString, ChartPathLens, GetChart, IndexBook и другое Для класса String-буфер и String-Builder не приопределены методы Quiless Хэш-код, то есть сравнить содержимое двух объектов невозможно Следовательно, хэш-коды всех объектов этого типа вычисляются так, как для класса Object При идентичном по содержимому двух результатов размеру буфера Каждого могут отличаться Поэтому сравнение на хвалентность объекта представляется неоднозначным Спасибо за внимание На этом сегодняшняя лекция завершается Мы сегодня рассмотрели вопросы, касающиеся строк Пр Carbon guidance Диана Опа Т todo W В В